Человек без воды может прожить не больше 10 дней. Жители обычного многоэтажного дома на улице Станкозаводской и подумать не могли, что окажутся в подобной ситуации. Вода пропала в субботу вечером. В 8 часов в санузле квартиры номер 14 началась течь. Чтобы узнать причину, надо было попасть в квартиру сверху. Но здесь жители дома столкнулись с новой проблемой. Соседка из 18 квартиры попросту отказалась пускать к себе кого бы то ни было. Мы 8 квартир находимся без воды, и без холодной, и без горячей. Уже вот сегодня в 8 вечера будет четверо суток. У нас у всех семьи. У меня самый ребенок, муж. И то есть на 6 этаже у нас грудной ребенок, на 7 этаже у нас парализованный человек лежит. Вот. И все находятся без воды. Жители дома оставили заявление на сайте жилищной инспекции города и на сайте правительства Рязанской области. Также они постоянно обращаются в ЖЭУ. Но пока это никаких результатов не принесло. Ссылаются все на то, что нет доступа в квартиру. Но если нет доступа в квартиру, почему мы должны страдать? Значит, пусть какие-то меры принимают. Вместе с жильцами дома мы поднялись в злополучную квартиру. Но сколько мы не звонили, соседка так и не вышла. Ну это нет ее дома. Нет, она либо дома, она просто не открывает. Она так и не отвечает на звонки ни на сотовой, ни на домашний телефон. А ее соседи теперь учатся жить без воды. У меня лично мама живет в соседнем подъезде. Мы ходим к ней мыться, наливаем в канистрах, в ведрах приносим. У остальных вот ситуации. Вот у женщины, у нее дочка живет тоже в другом месте, она ей привозит. А мы бегаем по всему подъезду. У кого есть вода, у того наливаем. Боимся ходить к одним и тем же, потому что, представляете, сколько это ведер я беру вот у соседки воды. Женщина из 18-й квартиры недавно делала ремонт труб и обнесла их пластиковым коробом. Теперь же она готова впустить работников жилищных служб, если они оплатят ущерб за демонтаж. Начальник ЖЭУ рассказал нам, что в этом нет никаких проблем. Но хозяйка квартиры все равно никого не впускает. Ситуация, когда заливают соседи снизу, опасна еще и тем, что вода может попасть в межэтажные перегородки. И после устранения протечки узнать, где находится этот столбик воды, невозможно. Но именно такой застой может закоротить проводку. Поэтому решать вопрос надо как можно быстрее. Сами правила предоставления коммунальных услуг, которые действуют у нас с 2011 года, предусматривают ответственность за содержание общедомового имущества, которое лежит на управляющих компаниях, либо на ТСЖ. То есть, если это протекает общий стояк, то ТСЖ или управляющие компании должны предпринимать меры, чтобы попасть в эту квартиру, ликвидировать источник залития. Составляется соответствующий акт о недопуске в квартиру. И в дальнейшем данные документы будут свидетельствовать о том, что убытки были причины в результате как действий, так и бездействия того лица, которое не допускало для устранения аварийной ситуации. Буквально пару десятков лет назад во всех домах жители тесно общались между собой. Все не то, что знали, кто живет сверху или снизу, но и дружили с ними. Спорные ситуации, конечно же, возникали, но тогда пути выхода из них искали сообща.